Привет! Давно вы не виделись, да? Что ж, похоже, что... Не знаю... Пока что не планируют Приходить на территорию Нашей с вами любимой страны Поэтому Пока что мы еще с вами Тепло одеваемся Во многих городах России Даже Некоторые Такие обостренные климатические условия Например На северной части страны Я знаю, идет сильный снег Который засыпает Практически Всего вокруг Например, в моем городе Вчера был Объявлено штурмовое предупреждение Был очень сильный ветер И даже Были повалены Многие деревья Вывески каких-то зданий В общем, был очень сильный ветер И все же Человек Против стихии Даже в наше время Во время технологий Достаточно высокого уровня Все равно Человек Слабый перед природой Но Конечно же Я сегодня Не планировал особо разговаривать О теме погоды Потому что погода Это всегда Это Отвлеченная тема Это что-то вроде Спросить Как у вас дела Ну что ж Сегодня Я решил с вами Позаниматься тем Что сам очень люблю Лично для меня Этот способ Проводить время Является Возможностью Хорошенько отдохнуть Сразу хотелось бы сказать Что Данное занятие Это Занимает достаточно Много времени Поэтому Этим лучше заниматься Когда Закончен уже рабочий день Или же когда Наступили долгожданные выходные И хочется просто посидеть Дома Может быть в кругу друзей Или же родных Чтобы Просто Спокойно И с увлечением Провести время И Я уверен что Многие из тех Кто будет Смотреть Это видео Тоже любят Данные Данные способы Время препровождения А речь идет о Опасных 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 Пав Слишком длительным Сбором Пазла И Решил выбрать Какой-то Веселый Интересный Рисунок Я взял Именно вот этот Пазл Из замечательного Мультика Диснеевского Мультика Кстати говоря Насколько я Помню В декабре месяце Показывали 3D версию этого Мультика Как видите Коробка Вся пыльная Я уже давно Не брал Руки И Потереть Видимо Тоже Давно не решалось По самом деле Сейчас Я занимаюсь Спором Другого Пазла С Более Тяжелого Уровня Там Запрашивал Тигр Сверху Большое Небо Голубого Чисто Голубого Оттенка И Этот тигр Лежит на траве Масштаб Пазла Достаточно Большой И Задержит он Тысячи элементов Поскольку Я помню Собираю уже Несколько дней Пока что Не собрал Но буду стараться А А А А Да А Я Кстати Совсем забыл Возвращаясь к разговору О погоде Я все же хотел бы сказать, что мы будем надеяться, и я сам лично пожелаю, чтобы в каждом городе пришла замечательная весна, чтобы распустились наконец листья, чтобы птички пели, чтобы солнышко светило, чтобы было всем тепло и хорошо, и хотя я очень люблю зиму, и все же всему свое время, поэтому зима уже прошла, а весна у нас пока когда не наступила, мы все же уже ждем ее. И сейчас русский народ празднует масленицу, языческий праздник, который несмотря ни на изменения религий, ни на такую невероятную смену культуры, все равно остается праздником русского народа, когда мамы, бабушки, жены, сестры делают, ну и мужья тоже, мужчины тоже, конечно, делают прекрасные блинчики и пьетовцы. Так что всех сразу со всеми весенними праздниками. Итак, давайте приступим. Я буду снимать все это с руки, потому что у меня нет штатива, и я вообще не знаю, как лучше так закрепить камеру, и поэтому сразу хотелось бы попросить прощения, если будут какие-то подергивания или подрезывания. Надеюсь, что все это не будет вас отвлекать и не помешать вашему расслаблению. Итак, давайте приступим. Субтитры сделал DimaTorzok Вот они наши пасла. Элементы одной большой картинки. Самый пасл мне очень нравится. Потому что элементы достаточно хорошего качества. Прочные, крупные. Конечно же, их приятно держать в руке. Сейчас мы попробуем начать собирать наш пасл. Пасл. Всегда очень удобно начинать с лица или же со стенок. Это можно сказать такое правило. Например, вот эта вот краевая часть. Сейчас мы посмотрим. Так. Я думаю, что этот элемент примерно отсюда. Да, где-то здесь располагается. Поэтому я положу сразу. Сразу вот сюда попробую дальше найти вторую часть. По сути, да. Будет мне трудно. Потому что она нам не подходит. Потому что, да, вот она вторая часть. Сюда она нам не подходит. Но она явно тоже отсюда. Поэтому поищем. Следующая часть. Следующая часть. Так. Так. Так, вот ещё один кусочек. Давайте посмотрим ещё. Так, ещё один тоже. Ещё один элемент кроевой. Вот ещё один элемент кроевой. Заодно мне почему-то хочется собрать сразу часы. Поэтому давайте сразу, если хочется, я думаю, не стоит отказывать. Тем более, что я не уверен, что я буду собирать сейчас весь пазл. Поскольку это займёт много времени, а в спешке мне бы не хотелось этого делать. Я люблю всё же собирать пазл очень размеренно. Без спешки куда-то. В чём и вижу весь смысл. Так, кажется, это что-то другое. Да, это камин у нас. Камин нам пока что не нужен. А вот и принцесса тоже. Как я уже говорил, начинать собирать. Часть не подходит. Но находится где-то здесь. Поэтому я буду рад, если за какой-то короткий, длительный промежуток времени мне сейчас удастся собрать лица персонажей. Чтобы мы с вами уже спокойной душой могли сказать, что мы хотя бы что-то собрали. Ведь иначе получится так, что... Что картинка будет только какая-то фрагментарная. Фрагментами не очень-то хочется воспринимать. Ничего. Так... Пока что я не вижу. Часть часов давайте ещё раз взглянем. Так... Так... Тут у нас чайничек и здесь же тоже попадает рядом, попадает лицо подсвечника. Так, вот мы нашли ещё один элемент и почти собрали лицо часов. Так, вот у нас принцесса собирается, точнее не принцесса, а красавица. Как её в мультике называют. Сейчас мы попробуем. Так, вот верхняя часть, я так понимаю, она где-то здесь находится. Посмотрим, что ещё у нас здесь есть. Так, это у нас идёт вот так. Это нижняя часть от подсвечника. Как я уже говорил, занятие само по себе очень долгое, длительное. Это минимум на полчаса. Самый такой маленький пазл, минут на десять, может быть на пять. Если пазл собирается быстрее, на мой взгляд, то это уже даже не занятие. Смысла особого нет. Поскольку, зачем же делать что-то быстро? Скажем, когда человек очень быстро умеет читать, что-то быстро умеет читать, далеко не всегда хочется применять технику скорочтения. Потому что зачастую чтение является способом отдыха. не подходит, но где-то здесь. Поэтому, да, какую-то рабочую литературу можно читать определённым образом. Зачастую проклятую часть информации, и выявляя для себя только самое важное, Этот элемент где-то будет здесь. Соответственно, этот будет где-то... где-то вот здесь. Но если мы говорим о литературе художественной, то я просто не вижу смысла читать быстро. тем более проглядывать информацию. Потому что... просто мы не получим удовольствия от чтения. А вот это у нас, кстати говоря, это у нас в перевёрнутом виде, идёт к чайнику. вот так. И, соответственно, это у нас здесь. А это вот здесь. Так, это у нас должно быть, возможно, здесь. Хотя вряд ли. не становится. Да, не становится. Значит, значит, значит... Так... Значит, пока мы оставляем. Так... 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 кстати говоря В последнее время я немного занят другими делами и не успеваю посмотреть даже видео своих любимых ведущих каналов Ютуба. А я не знаю, что у них есть дела. Если кто-то посмотрит и знает, что я на него подписан, это будет очень приятно, если вы напишите, как у вас дела. Вообще, хотя бы надо, конечно, найти время и посмотреть. Но последние дни этого времени я не могу никак найти. Итак, как я сказал, суть собирания паззлов заключается не столько в том, чтобы в конечном итоге собрать картинку. А на мой взгляд, все же в процессе. И это очень хорошо делать, когда рядом с вами друзья. И вы хотите вечером спокойно посидеть и поговорить о чем-то, поболтать и занимаясь вот таким отвлеченным делом. Я думаю, что я не буду полностью собирать, но могу похвастать, что мне удалось собрать часы. Кулак подсвечник света, красавицу, и кусок чайника. Так что можно уже из этого всего понять, что у нас есть тёплый источник света, время, чай и есть с кем его попить, соответственно. Поэтому я с вами прощаюсь и обязательно постараюсь в ближайшее время продолжить свой канал. Большое спасибо всем, кто пишет комментарии. Я отвечаю практически на все комментарии. Всегда интересно общаться с разными людьми, поэтому я всегда рад вам на моём канале. До новых встреч!